Ну вот, Марат Ерназаров говорит, что скажете обои Жанника Индам Вандама? Жанебеку еще расти да расти да рыжего, да? Ну, а рыжим это будет отдельный разговор позже, а сейчас мы скажем Казахстан Алга, да? Тот, кто в теме, тот знает, что я сказал. Ух, какое солнышко, прямо слепит в глаза. Ну, хороший день, да? Поговорим о боксе, о казахском боксе. Ну да, конечно. Ну что, все видели, вчера только состоялся бой Жанебек, или как ты сказал, Жанник, да? В очень хорошей манере, в казахской манере, скажем так, прямо, а не мексиканской, в казахской. А, значит, зарубил, зарубился и зарубил, значит, вот этого Хасана, ветерана, который очень хороший, крутой ветеран, настоящий, значит, ветеран, бывший дважды в разных версиях чемпион мира, настоящий чемпион, да? И он, ему сейчас 37, по-моему, лет, то есть он где-то лет на 10 старше Жанника, да? И он хотел возвратиться по большому счету на ринг, еще доказать себя, и за счет Жанника сделать это. Но у него сильно не получилось. А, значит, что там получилось? Они начали бой, ну, про Жанника Анисану говорить, наверное, вы все знаете больше меня. У него замечательная любительская карьера. Он многократный чемпион по там, по всяким азиатским играм, на Олимпиаде он был, там везде он был. То есть у него огромный опыт, он опытный, он молодой, сколько ему, 28 лет. А, да, он такой, как Головкин, когда Головкин впервые пришел в 2010 году, он такого же возраста. Ведь я, наверное, буду сейчас сравнивать, уж извините за Головкина, Жанни Бека, и еще есть такой Елеусинов, Даниярь Елеусинов. Вот сейчас они тройка такая, да? И, то есть, они после появились, после, значит, Геннадия. И это, значит, Геннадий им дал, как бы, пример, да, росту казахского бокса. И мы смело можем говорить, мы когда-то говорили, советский бокс. Но эти ребята родились, ну, даже Головкин родился в 1982 году. То есть, когда он начал заниматься боксом в начале 90-х, там, ему, тогда он уже помнит прекрасно себя, да? То есть, мы можем сказать, казахская школа бокса. Но все же, если быть справедливым, то те тренеры, которые их тренировали, это люди, которые были сформированы в... Ух ты, собачка! Видите, какая собачка лает на меня? Вот там, на балконе. И, значит, он... Значит, что он, да? Пришел на арену, 28 лет, он сейчас в расцвете, Жанебек, я имею в виду. И он действительно показал хорошую школу казахскую. Он мне напоминает, сильно напоминает самого Геннадия. У него такая же манера агрессивная. Он идет, значит, постоянный прессинг на соперника, постоянный, во-первых. Во-вторых, что он? Он рубит углы, ну, как Головкин просто. Четко и четко зажимает этого в углах, да? Рубит углы и потом начинает косить. И он это делал превосходно. И, ну, что еще сказать, можно, наверное, физика. У Геннадия, у Жанебека и у еще Елеусинова Данияра, они похожи как близнецы. Они такого же роста, такого же телосложения. Ну, в принципе, идеального телосложения для среднего веса они. Рост, вес, пропорции, все там четко. Их всего еще и наградил. И, конечно, вот этот особый боксерский талант, да? Это чувство времени, чувство мышления, то есть способность мышления на ринге в такой стрессовой ситуации. Это далеко не все могут. А у них все четко получается. И вот вчера блистал Жанебек. Как ты, Марат, Ерназаров, да, вопрошаешь. Он блистал, я считаю. Он показал хорошую, значит, технику. И вообще, если его взять отдельно, да, то он левша. Значит, что там? Три у него такие достопримечательности. Он, во-первых, левша, да? Во-вторых, левша техничный. В-третьих, левша с ударом. Три сильных у него, значит, фактора, которые его ставят на голову выше многих. Значит, самый опасный человек на ринге, да, это левша с ударом. И это мы знали с тех, кто помнит еще со времен, значит, Ласло Папа и так далее. Левша с ударом. А он все три единицы. То есть, вот техничный, ударный, левша. И вообще он выглядит, как зеркальное отражение. Поскольку он левша, как зеркальное отражение Головкина. У того правостороннего, у того левостороннего стойка, да? Ну что, рубит углы он отлично. Все видели. Значит, Ндам, этот Хасан, он 37 уже лет, мы сказали, по-моему, да? Он возвратился, хотел, значит, восстановить себя. Еще, так сказать, стряхнуть стариной, да? Тряхнуть. Но, значит, Жанебек ему не дал. С первого раунда они начали биться. А, и отдать должное, значит, Хасану Ндаму, он двигался очень хорошо. Он двигался влево, вправо, латерально, назад, вперед. На ногах он живой такой, ну, как вода. Текучий был. Но отдать должное, значит, Жанебеку, он прессинг, бешеный прессинг, постоянно. Он, как, знаете, как удав, который зажимает кольца. Прессинг, прессинг, прессинг. Аж пока дыхание уже, утягание не заберет. И он это и сделал. И рубит углы. Ну, точно, как Головкин. Я, мне иногда казалось, что это Головкин на ринге. Зеркальное отображение, да? И уже в третьем раунде, он бегал хорошо, этот Хасан, убегал и подбегал, и отвечал. Молодец. Но уже в третьем раунде у него, значит, ноги начали заплетаться. Удав сделать свое дело. И, значит, Жанебек послал его в хороший такой нокдаун. Он упал, встал, оправился и продолжил бой. Но уже после этого это был переломный момент. И в четвертом раунде уже началось избиение. В одну сторону, в принципе, бил Жанебек. Это продолжалось в четвертой, пятой, шестой, седьмой. И в восьмом раунде уже бой был закончен. Там рефери, ну, хороший рефери, в принципе, там был. Он остановил бой, говорит, все, хватит. Я уже этого не хочу видеть, избиение. То есть мы не увидели падение тела на пол, да? Но это мы можем считать нокаут. Потому что если не в восьмом, то уже в девятом раунде был бы настоящий нокаут. Он припечатал бы его на пол. И это был бы конец. Ну, не знаю, что сейчас. То есть была эта блестательная победа. И что скажем. Ух ты. Тишина какая. Мне глянец эта тишина, да? Ну, пойдемте, потрогаем деревья. И, значит, что? Он, наверное, уйдет на пенсию. Да, мужи. А что касается, значит, Джонни Бека. Он сделал сильнейшую заявку. Сейчас у него сколько? Одиннадцать боев, семь нокаутов. Видите, какие цифры хорошие? Семь и одиннадцать. Значит, он, у него что сейчас? Этот континентальный, значит, ну, как бы поезд, да? Но скоро этот поезд станет всемирным, когда он что сделает? Побьется за настоящий мировой поезд. Я думаю, что это произойдет, может, в следующем году. Скорее всего. Может, через год. Это как максимум. Потому что у него хороший промоутер. И я думаю, что он сделает ему быстро. А, значит, восхождение на Олимп. А, значит, то, что я уже сравнил, да, с Головкиным. Ну, Головкин породил уже, да, целую плеяду. Уже два человека, по крайней мере, которые как близнецы на него похожи. И это уже казахская школа бокса. Это отрадно знать, что эти ребята продолжают. Тот, кто помнит вас. В Казахстане всегда были хорошие боксеры. И это Серик Конакбаев еще с 80-х, 70-х годов. И другие были ребята, да, которые блистали, показывали хорошую школу. А сейчас они на... Ну, тогда не было профессиональных. Профессиональных, да. А сейчас профессионалы. Они отлично все это показывают. Что дальше? Ну, у Женебека не будет, значит, недостатка в соперниках. Навалом там и Андрады, и всякие эти, которые жаждут до боев. И для них Женебек будет как бы, ну, как это сказать, ну, привратником, да. Пустить или не пустить, и он их не пустит. Я не думаю, что он их пустит дальше, чем то, что они сейчас заслужили. Он их будет всех бить в одни ворота. И в этом не сомневаюсь. Женебек, да. И, знаете, мне действительно трудно отличить, потому что они на ринге похожи, как близнецы братья. Но у Женебека была такая хорошая, а значит, что бородка, борода, значит, как у этих древних воинов со времен царя Чингисхана. То есть по бороде его можно отличать от Елеусиного и от Головкина. Но надо, чтобы быть справедливым, надо что сказать? Какие недостатки? Потому что на недостатках учатся. То, что он все делал, у него что? Все. А левша с ударом техничным он... Но что особенно у, значит, у Женебека, это левый он выбрасывает. Он в основном работает, ну, наверное, процентов 75 времени, да. Как каунтер, панчер. То есть он ждет, что соперник делает, потом контратакует и с этими страшными ударами уклинивает. Короткие, красивые ударчики, да, короткие навстречу. И его левый, так, левши, он уникальный в этом. Он бьет в основном, большинство слева, он бьет апперкаты. Они маленькие, короткие, идут очень неожиданно. И он это делал просто превосходно. Он попадал точно по бороде. Вроде бы не сильно, но там копилось, копилось. И уже после третьего раунда у этого, значит, этого, как его, жандама, Ван Дамма, Хасана, уже ноги стали, как спагетти, вот так заплетаться, да. А вот это, значит, у него что еще хороший? Очень хороший джеб. Он двигается хорошо, он не делает ничего особенного, да. Он, ему не надо рубить углы, он всегда там перед, он навязывает сопернику ближний бой. И он заставлял уже с первого раунда буквально этого жандама, значит, делать, клинчевать. А сам он клинчу не шел. И даже в клинчах, когда он не обнимается, он прямо там находится, в покете, в покет. И он дерется, как вот в телефонной будке, да. Кто старый, а сейчас молодые, с вас даже не знают, что такое телефонная будка, да. Телефонные будки вышли из употребления лет 20 тому назад. То есть, кому сейчас 25 лет, они просто их не помнят. То есть, телефонной будки, то есть, в ближней дистанции. Он всегда там находится. Это самая опасная и самая такая крутая дистанция. Там, где надо ухо держать в остро и не зевать. И он там чувствует себя превосходно. И я думаю, что в этом его сила, да. То, что он, у него рефлексы, реакция хорошая. И он может навязать вот такую убийственную, значит, короткую дистанцию, да. И своими сильными ударами поставить точку в любом бою. С любым соперником. Я имею в виду Женебека, да. Но, что у него, какие недостатки, я хочу сказать. Очень справедливо замечать недостатки. Потому что на недостатках учатся. И вы, это и ему, кто скажет, что он это мог бы улучшить или усилить. И любой из вас, кто этим занимается боксом, да, должны. Значит, для левши правый боковой. Это очень эффективный удар. Это все равно, что для любого правши левый боковой. Это очень неожиданный, очень эффективный удар. Зачастую именно он, не твоя коронка правая, если ты правша. А именно твой левый боковой будет вырубать людей. Он это, я уверен, что это знает, как бить правый боковой, да. Но он его недоиспользует. То ли он осмысленно его недопонимает важность этого удара. И если бы он у него применялся бы, как положено, да, часто и неожиданно, правый боковой, то этот бой был бы закончен не в восьмом раунде, а в четвертом. И я, в принципе, ожидал, что он мог бы уже его конкретно вырубить по-настоящему в четвертом раунде. Это железно. И я ему посоветовал бы не затягивать бои. Если он заботится о своем спортивном долголетии, ему надо бои делать как можно короче. Не надо восемь раундов. Три, два, один, ну, не более пяти. Вот с его вот этим, значит, умением, да, в ближней дистанции наносить короткие, неожиданные удары. Если еще правый боковой у него войдет в этот, значит, парадигму, да, парадайм, как мы говорили, то это будет коронку, он будет заканчивать вот бои вот этими, значит, боковыми правыми ударами. Это будет страшный удар. Это, ну, тоже еще сравнить можно с Пакьяо. Пакьяо, когда пришел, он был сильный, страшный ударник. Он, техника у него была слабовата, у Пакьяо, левша с ударом. Он уже был чемпион. Но когда он сошелся, нашел, значит, Фредди Роуча, Фредди Роуч сделал его двуручным. Он начал бить правой рукой. До того он выигрывал бои левой рукой одной. А Фредди Роуч научил его использовать правую руку. Вот сейчас это надо, на это обратить внимание, Женебеку. Что еще? Он бил по печени, но недостаточно. Видно, что он, печеночный удар, он его недооценивает. Он не понимает, наверное, важность этого удара. То же самое левшу. Левше просто под руку бить по печени. Я сам это знаю, я сам левша. Я знаю, что такое бить по печени. И вот здесь, вот эта штука, да. И он должен усилить. Он выбрасывал и выбрасывал по печени, да. Но они такие были, ну, вялые. Вялые и немного. Надо минимум в два раза больше выбрасывать и жестче бить по печени. И не просто как навстречу он бил в печень, да. А там тоже техника удара по печени. Можно такие прямые встречать, да. Вталкивать, как ручка, да, скоростная. Или можно еще боковые в печень выбрасывание. Очень эффективное. Вот это ему надо усилить. И так же ему надо было делать, даже в этом бою, когда вроде бы ему не надо, не надо ничего лишнего двигаться. Но ему надо было бы двигаться латерально больше. Больше, чтобы это все у него отлагалось вот здесь, в парадигмах. Да, помните, мы говорили, очаги нейронные образуются. Потому что это хорошо, что он так легко побил этого Хасана Ван Дамма. Но в будущем ему надо готовиться к соперникам, которые будут уже моложе его, да, через 3-5 лет. И голоднее, чем он. И они будут стараться гораздо агрессивнее идти на него, чем Ван Дамм. И вот для таких соперник он должен подготовить вот эти движения латеральные. И он сейчас уже должен этим не пренебрегать. Запомнили, да, 3 вещи ему надо подытожить. Вернее, подстегнуть. Правый боковой, левый по печени и делать больше латеральных движений. Тогда он будет, чтобы как... Он мастер, мастеровитый, да. Но всегда есть стремление усилить, улучшить, чтобы с мастера превратить это в искусство. Так, как это делал великий Вячеслав Лемешев. Да-да. Это было не просто мастерство, это было искусство. Одно прикосновение. Помните Лемешева? Одно прикосновение. То есть, если Лемешева сравнить с любыми, я не говорю с Женебеком, с любыми, которые сейчас боксируют во всех весах, то это не просто мастерство, это искусство. Одно прикосновение. Да, человек так ходит мягко-мягко, и все, бой закончен. Женебек тоже так может делать. Теперь Елеусинов то же самое напоминает мне Женебека. У него тоже похожее примерно... Он стал золотым, кстати, чемпионом на Олимпийских играх в 16-м году, по-моему, да? Елеусинов. И потом он все вот эти выигрывал, всякие пан-азиатские игры. То есть, он там, у него огромный, значит, опыт. И они пришли в Америку, по-моему, в тот же году, что и Женебек в 2018 году, то есть, 3 года назад. То есть, они начали карьеру вместе. По-моему, Женебек на пару лет моложе Данияра. И они будут, они должны блистать. Вот в течение следующего десятилетия это будет блистание казахских боксеров. То есть, я сказал это неспроста и повторяюсь. Казахстан-Алга. Вот эти ребята делают Казахстан-Алга. Теперь несколько слов о Геннадии, да? Который все начал это, да, в эту прияду. Геннадий сам уже, ну, стареет потихоньку. Но стареет он хорошо. Он выглядит не старый. Я видел, он тренируется в хорошей форме. И 29 декабря, то есть, немножко больше месяца, он будет драться с одним очень сильным, кстати, соперником. Это Риото Мурата из Японии. А Мурата, он бывший, значит, олимпийский чемпион. Тоже, помню, в 2016 году он стал золотым призером. И он там, тоже у него сильнейший опыт. И он, по-моему, у него 18 боев. И два проигрыша. И большинство боев нокаутом. То есть, он бьющий. Бьющий, у него хорошая агрессия. И сам он мне напоминает по стилю Головкина, кстати. И, ну, он как Головкин, только более мягкая версия Головкина. Он тоже агрессивен и сильно бьет, но не так сильно, как Головкин. И у него два проигрыша. Что интересно, он, один проигрыш он сделал Хасану Ван Даму. Такой split decision. То есть, раздельным голосованием судей он проиграл Хасану. А потом он вышел на реванш и побил Хасана. Это очень хорошее качество, если человек выходит. Иногда человек, если проиграл боксер, то он не может потом второй раз выиграть. И третий раз, и десятый раз. А он пришел и побил Хасана. Потом он проиграл Бранту. Свой пояс проиграл Бранту. Хорошему, довольно американцу. Это тот самый Брант, которого побил Хасан. То есть, Женебек. В прошлом бою, да. И он побил до этого, да. И он побил его эффективно. И вот этому Бранту, этот Риота Марата, он проиграл первый раз раздельным. А потом он второй раз выиграл и побил его. Он его вырубил. То есть, у него хорошая способность учиться. На своих ошибках, на своих прогрешах он научился. Обожлился, скажем так. Да, спортивная злость. Вышел и забрал назад. То есть, реванш 100%. И он сейчас чемпион WBA. Что такое WBA? Это тот самый... Это самый, значит, сильный пояс WBA. Самый старый. Ему 100 лет. Он пришел в существование. Был принят в 1921 году. То есть, ему 100 лет этому поясу. Это самый-самый, ну, скажем так, благородный пояс, да. И это тот самый пояс, который Головкин заявил в 2010 году. Сейчас он идет, двится за него. И он на кон ставит свой собственный IBF пояс. WBC вышел, по-моему, в 1963 году. IBF в 1971 или в 1974 году. То есть, они тоже законные мировые пояса. Но WBA это самый-самый сладкий пояс. И вот за этот пояс, значит, Головкин будет драться. Ну, как я уже сказал, этот Мурата, он... Будут драться не в Японии. Кстати, в пригороде Токио. Я был в Японии в трех городах. Был в Йокоити, Ниегата и Кобе. Но в Токио я не был. Так вот, они будут драться там, в пригороде Токио. Значит, это что? Там надо ожидать Головкину, что там могут подсуживать. А японцу... Ну, посмотрим, какие судьи. То есть, Головкину надо подраться очень хорошо. И показать себя, ну, как сказать... Не чуть-чуть так выиграть, как он это сделал, сопротив Рыжего, да. А побить, как положено. Я думаю, что Головкин уже проголодался. И он это сделает. Как, значит, бой будет продолжаться? Ну, я не буду говорить, что Головкину надо делать. Вы все знаете, что Головкин делает и как он это делает. Он это делает классически, красиво. Если он что-то не делает, то это уже становится проблемой. Но все, что он делает, он делает отлично. Просто отлично. У него самая лучшая агрессия. Эффективная агрессия. Он идет и, значит, прессинг и косит. Косит. Как вы же забывает. Ну, если быть, значит, верным казахскому, значит, старинному обычаю, да. Когда еще во времена царя Чингисхана, значит, что там воины носили? Мечи и копья, да. То есть, стрелы к луку. То есть, они сидят, затачивают. Ну, мечи, значит, и копья. То есть, они фокусируются, да, да. И потом идут и эти копья применяют на деле, да. И копья должны быть острыми. И мы будем надеяться, что Головкин все эти копья на острит, как положено. Я думаю, что, скорее всего, ну что, как уж что произойдет. Я не думаю, что там будет продлиться всю дистанцию. Потому что Риота, он хорош. Он как Головкин, сырая версия Головкина. Но все же он остается после ударов. И особенно во второй половине боя он начинает оставаться. Когда он устает. Когда Головкин будет делать прессинг на него. И он Риота, он не самый молодой, кстати. Ему 35 лет. То есть, он не намного старше, моложе Головкина. То есть, Головкину что надо? Прессинг. То, что он всегда делает. И я думаю, что этот бой Головкин может закончить от пятого до седьмого раунда. Где-то там, нокаутом. Это 99% шансов. Если Головкин выиграет. Всю дистанцию этот бой не пройдет. Сможет ли вырубить Риота Головкина, я очень сильно сомневаюсь. Головкин уже установил рекорд. У него самый железный подбородок во всей истории бокса. Мы это все видели, да? Он от Лемьо пропустил боковые удары прямо сюда. В полную дурь, да? Удары. И он не упал. Он даже не пошатнулся. Если так Лемьо не смог сделать, никто это не сможет сделать. Ну что, пишите, что вы думаете, да? Об этом и еще раз. Казахстан-алга. Еще 10 лет минимум. А потом еще 10 лет. А потом еще 10 лет. Потому что новые генерации, новые прияды будут появляться. Казахстан будет номер один во всем мире по школе бокса. Запомнили, да? До свидания. Не сдавайтесь.